В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Коммунальный узел. Скандал с переводом большинства жилых домов в Самаре на прямые расчеты завода, который случился еще прошлой осенью, ему я посвящала целую передачу, в этом году получил продолжение и вышел уже на федеральный уровень. Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ направил жалобу на действия коммунальных контор Министерства строительства ЖКХ России. Аналогичное заявление поступило в прокуратуру Самарской области. Если эти ведомства найдут нарушения, так же, как ранее усмотрела региональная ГОЖИЛ-инспекция, скорее всего, последуют затяжные суды, которые, по мнению экспертов, в любом случае на руку управляющим компаниям, поскольку дадут им передышку перед лицензированием, которое стартует уже в марте и должно завершиться в апреле. Напомню коротко, суть конфликта отдельной квитанции на воду жителям стали приходить еще в октябре 2014 года. Первопроходцами были три управляющих компаний «Альтернатива», «ЖКХ-сервис» и «ЖКС». Ранее, как и положено по договору, они выступали посредниками между жителями и ресурсниками, самарскими коммунальными системами, сокращенные СКС. Но теперь они из этой схемы самоустранились. Показательно, что жители об этом нехитром трюке узнали последними и, конечно, тогда возмутились. Прекрасно знают, что мнение жильцов будет противоречивым и их мнением. Поэтому никаких собраний не было. Втихую, без нашего согласия. Ситуация очень некрасивая, очень нехорошая, и люди очень недовольны. Жители могут напрямую платить ресурсникам, если сами примут такое решение на общем собрании. При таком раскладе, объясняют эксперты, управление домом называется непосредственно. Управляющая компания меняет статус на обслуживающую. Оплата завода возрастает. Ведь все общедомовые расходы сверх нормативов оплачивает потребитель, а не коммунальная контора. Руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Виктор Числовских уверен, речь идет о существенной разнице в несколько сотен рублей. То, что людей таким образом заставили раскошелиться, эксперт считает незаконным. По факту они должны были заключить договор с ресурсоснабжающей организацией и произвести перерасчет. Почему? Потому что они до сих пор остаются управляющей компанией. А общедомовые нужды управляющая компания имеет право начислять собственникам не более, чем норматив определенный на общедомовые нужды. А здесь получается, что они в полном объеме все общедомовые нужды и потери начисляли собственникам. Вот о чем речь. То есть люди стали больше платить. Позицию Числовских поддерживает и областная госжилинспекция. ГЖИ уже вынесло предписание самарским коммунальным системам устранить нарушения. Но ресурсники не торопятся это делать. Уверенные, что действовали законно, они готовы, если что, идти в суд. Если говорить о самом акте, который нам поступил, мы выполнили формально. То есть мы обозначили свою позицию и указали на то, что мы не видим нарушений. Время показало, что это более правильная и в том числе это прозрачная схема, когда все деньги населения, они непосредственно переходят за ресурс. То есть нет посредников, нет того, так сказать, то третье лицо, которое может длительное время не перечислять эти деньги, аккумулировать у себя. Для жителей ничего не изменилось при переходе на прямые расчеты. У них абсолютно нет. То есть этого не произошло, и любой житель может обратиться к нам, приехать, либо позвонить, и наглядно будет показано, что больше они не стали платить. Ну, дальше это судебная плоскость, если как бы обе стороны, как говорится, не придут к единому мнению. Рассуждение ресурсников и управляющих компаний об интересах жителей, на мой взгляд, в этой ситуации содержит долю лукавства. Для меня очевидно, что прямые расчеты выгодны прежде всего воротилам коммунального бизнеса. ИСКС получили шанс собирать платежи в полном объеме, а не ждать, когда управляющие компании соизволят отдать им эти деньги. И мы без того сейчас должны миллиард рублей. Управляющие компании тоже не в накладе. Они сбрасывают балласт, долги перед ресурсниками, которые вполне могут не пустить во врата лицензирования. Неудивительно, что иные конторы пытаются сейчас писать свою историю из чистого листа, как это удалось, к примеру, альтернативе. Еще в сентябре прошлого года коммунальщики сделали ход конем. Дома, которые обслуживала эта компания, перешли в ведение ООО с таким же названием. Сама же старая альтернатива теперь банкрот. Как писали в СМИ, ее кредиторская задолженность составляет 227 миллионов рублей при дебиторке в почти 123 миллиона. При этом, по данным тех же самарских коммунальных систем, прежняя альтернатива не отдала им 37 миллионов. Еще в декабре судебные приставы арестовали Белую Волгу, УАЗик, которые принадлежали коммунальщикам. Проданные машины пошли в счет уплаты долга. Копейки, конечно, но с нерадивой компанией хоть шерсти клок. В один замечательный момент она признает себя банкротом и говорит, мы ничего не можем оплатить. Все создается с другой управляющей компанией, которая начинает с нуля действовать. Но под этим же названием, но другие данные, реквизиты все другие, начинает работать также с населением. А все долги остаются в старой управляющей компании. Что с нее можно взять, я не знаю. Слишком много нареканий на эту альтернативу новую, потому что люди-то не изменились, они те же самыми остались. Жаловаться на всех абсолютно, да. Но здесь есть свои особенности. Это, во-первых, центр города, это жилой фонд не первой свежести, будем так говорить. Это шестая и седьмая категория. Там так плохо, да еще если не обслуживать, это еще хуже будет. Такая вся крыша у вас. Вот то есть уже обваливаются эти камни. И даже страшно, если они кому-то на голову упадут. То есть и с той стороны. Это только у классика. Кирпичи на голову абы кому не падают. Здесь на Венцико-10 камнипад может случиться в любой момент. Дом с якорем один из старейших в Самаре. Построенный в конце 19 века, он когда-то принадлежал Ивану Никифоровичу Мясникову, члену династии рыбных монополистов, владельцу многих рыболовецких шаланг и торговых садков на Волге. Отсюда и настоящий якорь на фасаде. Но этим фактом, похоже, гордятся только сами жители. На свои деньги они как могут поддерживают дом, подкрашивают его. Ну а куда деваться, говорят, если управляющая компания «Альтернатива», что 10 лет берет с них плату за коммуналку, откровенно плевать на достопримечательность. После того, как контора ликвидировалась, а на ее месте возникла другая, с тем же названием. Перемен люди не почувствовали. Много-много времени мы бьемся. Уже и крики, и не крики, и никто на нас просто не реагирует. Дом с якорем, не ведавший ремонта десятилетиями, прогнил и снаружи, и внутри. Это дерево, просто грязь, все. Их как бы нет. Так вот, она почти вся такая крыша. Доски их даже визуально видно, потому что они все отсыревшие и сырые. И их по-любому надо менять. От прохудевшейся крыши страдают все жители, даже те, чьи квартиры на первом этаже. Стены так отсырели, что обои отстают. Но подпорченный ремонт – это еще полбеды. На втором этаже люди и вовсе в страхе ждут весны. Потолок на их голову уже не раз обрушивался от сырости, и пока чудом удалось избежать жертв. Ужас вообще что-то здесь было. Тут такой грохот. Вот это просто грохот был невероятный. Просто заходишь, выходишь, тут в шоковом состоянии, потому что это все рухнуло. И не дай бог, я говорю, просто если был бы маленький ребенок, мне кажется, это вот компания-альтернатива, которая, скорее всего, должна вот у нас это все фиксировать. Это судебное дело просто, по-другому это не скажешь. Сейчас начнется март-апрель, вот это все набухает, вот это все гниет. Не дай бог, рухнет на нас просто потолок. У нас там буквально решетон, а не крыша. Я когда спала, отдыхала вечером, то у меня на ноги обрушился огромный, в общем-то, кусок штукатурки. Это не просто кусок, а кусище. Хорошо, что я лежала не головой в эту сторону, а ногами. И все как-то латают. А чем, я не знаю, что там за пластилином, может, они латают. Пришли мастера, сделали две пластиночки вот таких вот, закрутили этой проволокой. А это льет все и льет. Моя кровать, я боюсь даже спать. Говорю, надо на ту сторону перекладываться, а то, не дай бог, как брохнет оттуда. Сотрудники ГОЖИЛ-инспекции, что уже бывали в этом доме, выносили предписания управляющей компании по моей просьбе, вновь приехали с проверкой. Пригласили представителей альтернативы. Но последнюю встречу с участием телевидения предсказуемо проигнорировали. Инспектор ГЖИИ составила новый акт, но одними предписаниями крышу не золотаешь. Мы в интернете много актов составляем. В отношении управляющей компании возбуждалось административное дело по 7.22. Она привлечена административной ответственности в виде штрафа, выдавалось предписание. Ну, какие-то текущие ремонты, они промазку делали. Но это вот как бы потом опять жители все птикло заново. То есть какую-то там они сделали работу, промазку. Это еще было, да, наверное... Ну, года три, наверное, назад замазали в течение 15 минут нашу крышу как решето. Ну, все, и то же самое. Да, мы все сделали для галочки. Предписания, которые мы выдавались от нашей неуправляющей компании, не исполняются. Мы направляем их в суд. То есть суд решает принимать решение. Насколько я как бы информация владею, то есть судья штрафовал управляющую компанию. То есть за каждое неисполненное предписание. В прошлом году альтернатива, по данным ГЖИИ, выполнила только 18% предписаний. Это почти вдвое меньше, чем в 2013 году. Уж если коммунальная контора не реагирует на замечания официальных контролеров, легко предположить, как она отвечает на жалобы жителей. Без слуху. Там даже хоть как. Да там иногда даже слушать не будут. Там закрывают дверь перед носом. Я честно не оплакала. Стояла, говорю, ну придите, посмотрите, что у вас творится дома. Чего вы здесь плачете? Вы кто здесь такая? У нас тут много проблем. До свидания. Всего доброго. Едите отсюда. Чуть ли не на три буквы посылаю. С журналистами тоже особо не церемониться. Вот так нас дружелюбно встречала старая альтернатива. Съемки конца 2012 года. Сергей Иванович, уберите, пожалуйста, камеру. Редакционный запрос. Шлите, мы вам установили законы в сроках. А вот так к нам разворачивались спиной уже при новом руководстве. Не надо меня снимать. Выйдите, пожалуйста. Блин, вот что? А можно с кем-то поговорить? А просто прокомментируйте. Я не даю комментарии. Ну а какой-то ответственный. Есть же у вас, наверное. Нет, у нас все на территории, все на крыше. Вообще все? Все, абсолютно. Ну ладно, хоть дверью перед носом не хлопнули. И на том спасибо. И все же мне удалось переговорить с неуловимым директором альтернативы. Пришлось пойти на военную хитрость. Приехать на совещание в департамент ЖКХ, куда глав коммунальных контор каждый вторник вызывают на ковер. Сергей Фомичев, возглавивший новую альтернативу сентября и оказавшийся куда любезнее своих подчиненных, для начала открестился от предшественников. Мы не правоприемники. Никакого отношения к старой команде, так скажем, мы не имеем. Пришли новые сотрудники, которые желают работать, которые хотят работать. А затем клятвенно заверил, что по крайней мере в доме на Венцико 10 все же наступят долгожданные перемены. Вчера была жила инспекция, а представителей альтернативы не было. Вот как так может быть? Ну, конкретно по этому адресу не могу сейчас вам ничего сказать. Но обещаю, что возьму лично контроль Венцико 10. Представителей данного дома, старшего по дому, могу даже пригласить к себе лично. Предлагаю жителям Венцико 10 пока свежо обещание воспользоваться советом, поскольку сдержать слово нынче и в интересах главы коммунальной конторы. Два невыполненных предписаний ГЖИ и по правилам лицензирования компания лишается дома. А если число таких объектов дойдет до 15%, и самой лицензии ей не видать. А директор фирмы попадает в черный список. Вряд ли этого жаждет господин Фомичев. Единственная тема, которую категорически отказался обсуждать приветливый глава альтернативы, это, кстати, скандал с прямыми расчетами завода, с которых я начала передачу. Я бы не хотел сейчас обсуждать эту тему. Но если бы это было противозаконно, этот вопрос бы сейчас задавали мне не вы. Я сейчас здесь с вами общаюсь. Поэтому все это законно. Не исключено, что неприятные вопросы главу управляющим компании будут задавать не только журналисты. Дождемся, что на сей счет скажут в областной прокуратуре и Федеральном министерстве строительства и ЖКХ. Процесс пошел. Программа «При своем мнении» продолжает следить за судьбой сквера у Колизея. Напомню, скандал вокруг потенциальной вырубки 150-летних дубов, что тянется не первый год. В феврале вышел на новый виток. Глава Самара Олег Фурсов начал переговоры с руководством ЗАУ «Тандер», владельцем сети магазинов «Магнит». Цель – сохранить Дубраву. Как сообщает пресс-служба гороадминистрации, на формирование исчерпывающих предложений по данной территории, полностью учитывающих интересы и мнения жителей, Олег Фурсов определил срок в две недели. Причем ранее сообщало, что коммерсантам могут предоставить другой участок. Примечательно, что накануне этой встречи к нам в редакцию пришло письмо от ЗАУ «Тандер». Бизнесменам не понравилась моя передача, где рассказывалось о том, что жители выступают категорически против строительства в сквере очередного гипермаркета. И вот что удивительно, в этом письме магнитовцы, среди прочего, указывают на то, что никаких предложений о другом участке им не поступало, и более того, от встречи с ними власти якобы уклоняются. Лично я в недоумении. Официальное сообщение о том, что подобная встреча должна состояться в феврале, появилось еще 20 января на сайте гороадминистрации. Но если сотрудники ЗАУ «Тандера» его прозевали, так могли бы мне и спасибо сказать за то, что я об этом им сообщила в эфире. Глава Самары Олег Фурсов слово, кстати, сдержал, иначе, может, эти кадры обман зрения? Удивила меня еще одна претензия магнитовцев о том, что они якобы, цитата, не принимали решение о начале строительства гипермаркета «Магнит». Ну так передача говорилась не о старте стройки, а о том, что коммерсанты собирались рано или поздно ее начать. Иначе зачем же в таком случае они в конце 2013 года поставили строительный забор? По факту самоуправства, кстати, было заведено уголовное дело, а забор демонтирован сотрудниками Кировской администрации. И так упорно на протяжении последних лет добивались разрешения на строительство. Да и сам земельный участок ранее, как следует из ответа областного Минстроя, был представлен, цитата, для строительства торгового центра «Гипермаркет». И все же тот факт, что представители ЗАУ «Тандер» впервые за все время, что я их поминаю в СУИ, вышли на связь, надеюсь, все-таки положительный симптом. И потому, если магнитовцы готовы рассказать о своей позиции не только в письмах, но и в откровенном интервью, то лично я только за. Письмо с подобным предложением в ЗАУ «Тандер» уже отправлено. Посмотрим, как будут развиваться события. На сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова